Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, и я думаю, что вы уже успели соскучиться по моим роликам о тюрьме. Поэтому сегодня я решил записать небольшой гайд, я искренне надеюсь, что он никогда и никому из вас не пригодится, но, как говорится, предупрежден, значит вооружен, поэтому я решил рассказать, что делать, если вы попали в СИЗО, что делать, если ваш близкий родственник попал в СИЗО, и надеюсь, что при худшем раскладе, так сказать, если вы столкнетесь с подобной ситуацией, то хотя бы мои советы смогут вам помочь. Ну и в целом, наверное, кому-то будет интересно просто с такой образовательной точки зрения послушать в рамках расширения кругозора. Также хочу напомнить вам, что мы с Никитой Берварией продаем пиво Хованское, потрясающее светлое пиво, для тех, кто любит пиво со вкусом пива, из самых крутых ингредиентов. Скоро, наверное, из импортных ингредиентов пива уже не будет, поэтому налетайте, ссылочка на магазины будет в описании. Переходите, разбирайте, пока еще остались бутылочки. Начну с того, что если вы попали в СИЗО, самое главное, как бы это наивно или тупо не звучало, это успокоиться. Потому что первое время очень хочется постоянно участвовать в какой-то движухе, то есть как бы вызывать там адвокатов чуть ли не каждый день, доказывать, что вы невиновен, кричать, чтобы вас поскорее отсюда вытащили. И, к большому сожалению, это все, ну, практически стопроцентно не возымеет никакого эффекта. Потому что судебная система, следственная система, правоохранительные системы у нас крайне неторопливо работают в плане того, чтобы выпускать людей из тюрем. Вот попасть в тюрьму, это все достаточно быстро и просто. Можно там в течение пары дней и все, и вы уже сидите на нарах, собственно говоря. А вот с процессом вызволения себе из тюрьмы все гораздо сложнее. Суды, как правило, переносятся, назначаются они достаточно редко. Причем это касается не только каких-то судов по мере пресечения. Они-то в любом случае будут проходить, потому что, ну, вас же нужно продлить. Если вас не продлят, то вас придется отпускать. Я говорю о судах по существу. То есть, как только начинается суд по существу, начинают вызывать свидетелей, у вас вполне может произойти такая ситуация, что вы будете приезжать раз за разом, какой-то свидетель не будет являться, и суд при этом совершенно спокойно переносится. Причем там не на завтра, не на послезавтра, на полтора месяца. Опять-таки может заболеть судья, может случиться все, что угодно. И это будет продолжаться до бесконечности. Я уж не говорю о том, что если что-то случится с судьей, который рассматривал ваше дело, то все начинается абсолютно сначала. То есть, я видел кучу людей, которые сидят в крестах уже по 4 года, по 6 лет. То есть, вас, в принципе, могут держать до максимальной потолка, короче, вашего срока, верхней границы. И, в принципе, это совершенно спокойно продлевается. Продлевается срок содержания под стражей, продлевается срок расследования для следователя, который ведет ваше дело. И, наверное, вот в этой ситуации хочется как бы торопиться, хочется суеты, хочется... Но это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому правильным будет успокоиться для вас в момент, когда вы уже попали в СИЗО, время замирает. То есть, суетиться нужно было раньше, нужно было там брать 51 статью, не нужно было совершать правонарушение и все такое. Вот в момент, когда вы уже там, нужно, собственно говоря, притормозить и заняться вопросами, в первую очередь, обустройки, обустраивания своего тюремного быта. Первое, что вам нужно сделать, это обязательно забрать и носить с собой постановление. Постановление, которое вам выдает суд, нужно это для того, чтобы, собственно говоря, доказать, что вы не по непорядочной статье сидите. Типа непорядочная статья это изнасилование, как вы понимаете, развратные действия в отношении несовершеннолетних и так далее. То есть, в тот момент, когда вы зайдете в хату, одного вашего слова будет недостаточно для того, чтобы доказать, что вы там сидите за что-то такое неосуждаемое, скажем так. Поэтому берите с собой постановление. Второй важный момент. Обязательно сообщить родственникам, друзьям, близким, да кому угодно про такие сервисы, как в СИН-письмо. Это для того, чтобы вам могли писать письма, потому что я так понял, что у нас в стране половина страны сидит, а вторая половина не в курсе, что уже давно можно писать не бумажные письма, а пользоваться, соответственно, электронным сайтом. Там письма доходят достаточно быстро, ну, в Кресты медленнее, а вот в Горелово приходили мне чуть ли не каждый день. Это в большой мере помогало мне не сойти с ума именно ваши письма, за что я безумно вам благодарен. И поэтому нужно как можно скорее донести до близких, что не нужно заниматься вот всей этой бумажной писаниной. Такие письма идут черти сколько, там Почта России работает просто ужасно. В СИН-письмо это вот ваша связь со внешним миром на то время, пока вы находитесь в местах лишения свободы. Также самые важные сервисы, это сервисы, через которые можно приобрести продукты первой необходимости, еду, дошираки и так далее. Я не знаю, как дела обстоят в других регионах, вот я может даже ссылочки в описании поставлю. У нас было три проверенных сервиса. Это ВСИН-шоп, это внутренний магазин ВСИН. Заключенные могут и сами через заявление приобретать товары, если у них есть деньги. На личном счету. Опять-таки, не забудьте сообщить близким, что нужно закинуть денег вам на счет, потому что иначе вы не сможете ничего приобрести. В кредит там не дают. Еще был магазин Еда Туда, достаточно такой замечательный, интересный. Был магазин ВСИН-экспресс. Там подороже, но в принципе они обещают типа побыстрее привезти. Внимание, в интернете существует больше нескольких сотен фишинговых сайтов, подделок по сути, которые косят под доставку ВСИН, но при этом просто берут ваши деньги и ничего не привозят. Поэтому следите, чтобы не попасться. Я понимаю, что родственники у всех бывают пожилые, например, не очень прошаренные в интернете. Поэтому донесите максимально понятную информацию, чтобы их не развели на бабки. Потому что вот я говорю, таких сайтов это прям постоянно. Нам даже женщина, которая приносит еду, магазинчица говорит, то есть с ними никак невозможно бороться, потому что они плодятся быстрее, чем их закрывают. Поэтому, если не забуду, поставлю прямо в описании. Вот их можно на всякий случай пожарной сохранить. С высокой вероятностью к тому моменту, как вас, не дай бог, посадят, там будут уже другие сайты. Но вот это те, за которые я, по крайней мере, могу поручиться. Которые были, пока я находился, отбывал, так сказать, свой срок. Насчет передач. В принципе, передачи это круто. То есть, там какая-то еда, по которой вы соскучились. Да и в целом что-то такое от домашних. Но с передачами есть большая проблема. Во-первых, в передачах очень много таких запрещенных товаров, которые нельзя хранить. По сути, вот в СИЗО запрещено абсолютно все, что не разрешено. Не путайте, не наоборот. То есть, приобретая вот какие-то товары для передачи, вы всегда должны сверяться со списком. И то могут не пропустить. То есть, правила постоянно меняются. В какой-то момент, пока я сидел, запретили молочку, запретили сосиски. Оставили только колбасы. Вот копчение. При этом все колбасы, сосиски там разрезаются. На случай, если там, не дай бог, кто-то решит передать напильник или что-нибудь такое. Все потрошится. То есть, даже сигареты те же в передачах, их разбирают и смотрят там, все ли с ними в порядке. И вам потом придется их скручивать. Поэтому, в плане продуктовых передач, наверное, лучше все-таки пользоваться магазином. Потому что там, конечно, есть наценка, да. Но, в целом, приехать на передачу, это геморрой, шо пиздец, ребята. Потому что на передаче сейчас нужно записываться в электронную очередь. Там постоянно разбирают время. И хоть люди ВКонтакте как-то группируются, вот, например, в группе крестов, обмениваются временем. Кто-то продает, например, свое время. То есть, это все достаточно неудобно. Но одну передачу, какую-то первую, вам в любом случае должны будут собрать. Потому что вам понадобится предмет первой необходимости. Что вам понадобится? Это, ну, как будто бы, представьте себе, что вы, я не знаю, едете в летний лагерь. Просто очень строгого режима. Это, конечно, одежда, зубная щетка, футляр для зубной щетки, мыльница. Вот все самое такое. Две пары тапочек обязательно. Одни для того, чтобы ходить по хате. А вторые шлепки резиновые для того, чтобы ходить в душ. Потому что, если у вас будут одни тапочки, например, они будут промокать в душ и тухнуть. Вы будете возвращаться, шлепать. Будет крайне неприятно. Поэтому тапочек две пары. Самая ценная вещь, наверное, это кипятильник. То есть его можно купить и через магазин, и можно просто передать. Потому что кипятильник это прямо, ну, соль земли. Поэтому Гай Руслан Соколовский собирал мне шутливую передачу. Я даже немного расстроился, что он ее в итоге не прислал. Потому что, хоть он и положил розовый кипятильник, на самом деле любой кипятильник на вес золота. Потому что кипятильники имеют обыкновение хлопать и ломаться. То есть с достаточно таким громким неприятным звуком. И тогда, соответственно, вы останетесь без кипятка. А без кипятка в хате это, ну, совершенно тухло. Ни чайку не попить, ни доширака заварить. То есть останется одна баланда и вот то, что, собственно, компот там разбавленный, что обычно подают. Поэтому кипятильник. Что еще я записал? Трусы, носки, разумеется. Как же без этого? Только не слишком много, потому что там есть лимит на количество трусов и носков. Никто обычно за этим не следит. То есть если у вас будет больше трусов и носков, я думаю, всем будет насрать. Но все-таки теоретически, если накосячить, у вас могут изъять лишнее. Поэтому держите хотя бы необходимый минимум. Обязательно белое постельное белье. Потому что положниковое белье, ну, находится не в лучшем состоянии. Скажем так, на нем много кто спал. И хоть его регулярно стирают, выдают вам чистое. Но все равно это достаточно неприятно. Белье пропустят только белое. Или, ну, написано, что бежевое тоже пропускают. Честно, ни разу не видел никого, ни у кого бежевого постельного белья. Поэтому лучше, чтобы уж точно, как бы, типа, подстраховаться белое. Ну и в целом, вы можете, там, одноразовые станки те же, например. Их тоже можно купить во внутреннем магазине. Но они не ахти, например, хорошие одноразовые станки, которые, типа, не тупятся. Вот их лучше прислать через передачу. То есть, нужно как следует обмозговать, посмотреть конкретно список разрешенных предметов, решить, что вам нужно. И прям расписать родственникам, что везти. Потому что очень многие привозят там какие-нибудь огромные чемоданы. Потому что лимит передач, в принципе, достаточно большой по весу. И половину из этого не пропускают. То есть, та же самая штука, когда вы, например, попадаете в тюрьму, нет особого смысла брать кучу еды. Потому что, я не знаю, как в других городах, но вот в Петербурге все попадают сначала в Горелого. И при мне заезжал паренек. У него были два чемодана этой еды. Его все осмотрели, оставили ему чай, сахар и сказали, все. Остальное, типа, нельзя. Поэтому нет буквально никакого смысла, вот как кислярский в 12 стульях набирать с собой кучу выпечки, там всякую огромную корзину. Все равно это все как бы уйдет в никуда. Поэтому еду самое надежное, это брать вот через магазины. Она, то есть, кто-то из ваших близких оплачивает, вам ее просто приносят. Опять-таки, я не говорю, что не нужно приносить еду в передачах, потому что, ну, это достаточно приятно, если просто близкий человек вам принес хорошие колбасы какой-нибудь или что-нибудь такого. Я просто говорю, что геморроя с передачами намного больше. Намного. То есть, хотите ли вы, чтобы ваши близкие торчали в этих очередях, проходили вот эти бесконечные проверки, чтобы всю там колбасу разрезали на 50 кусков, там, чтобы все сигареты сломали. Ну, наверное, кто-то предпочел бы даже в этом случае, как бы, получать передачи. А по мне так, ну, доширак он и есть доширак, грубо говоря. Его можно и там купить, и там купить. Поэтому особого смысла во всем этом я не вижу. Но, опять-таки, это просто совет решать все равно вам. Относительно книг. Книги в СИЗО передать нельзя. Существует такой сайт в Синпресса, который якобы доставляет книги и газеты каждый день, где можно купить заключенном книги из проверенного списка. Я скажу честно, я за все время, что я сидел, не видел, чтобы хоть кому-то что-то пришло. То есть, до меня мне говорили, чувак, который там сидит уже несколько лет, ему все-таки дошли его книги. Он даже дал мне почитать парочку. Но, в целом, с большой вероятностью, единственные книги, которые у вас будут, это книги из тюремной библиотеки. Поэтому сразу же настраивайтесь на то, что покупать книги через интернет – это пустая трата денег. Вы, опять-таки, можете попробовать. Возможно, в других регионах Синпресса работает лучше. Но, как мне казалось, что, ну, Кресты не так далеко находятся. Это там, грубо говоря, не Магадан. И уж туда-то можно было за 7 месяцев, что я сидел, доставить мне ту кучу книг, которые мне поназаказывали друзья и подписчики. Но я так ни одной книги и не получил, и думаю, что уже не получу. Поэтому, в принципе, как это работает? В библиотеке вам выдают, например, одну книгу, вы ее прочитали, меняетесь с кем-то, у кого есть книга. И так вот, если, короче, вы большой фанат книг, сразу готовьтесь к тому, что книги будут не самого высокого качества. В таких ситуациях и Дарью Донцову придется почитать, и всякие детские детективы, старая советская какая-то фантастика, что, в принципе, не так уж и плохо. Ну, в общем, я просто про Синпрессу предупредил. Опять-таки, если я не прав, поправьте меня. Может, это только при мне вот такая ерунда была. А кто-то скажет, сейчас вообще, Юра, доставляют каждый день, то есть заказываешь книгу, тебе ее приносят. Но, по-моему, это пиздеж чистой воды. Мое скромное мнение. По поводу передачи. Не повторяйте моих ошибок. Ботинки в передаче должны быть строго без супинатора. Это все есть в правилах, так сказать. Поэтому читайте внимательно, для того, чтобы, ну, просто не попасть на лишнюю пару ботинок. Потому что для кого-то такие расходы могут быть критическими. Особенно, если в семью посадили, так сказать, кормильца, и денег осталось не очень много. Поэтому ботинки строго без супинатора. Относительно телевизоров и холодильников. Если вы уж там живете кучеряво. Телевизоры и холодильники разрешено иметь в СИЗО правилами. Притом, при условии, что камеры, например, оборудованы условиями для телевизора и холодильника. Поскольку кресты строились относительно недавно, там все камеры оборудованы такой возможностей. Заносить телевизоры и холодильники нужно через ОНК. Это общественная наблюдательная комиссия, или как так они называются. В общем, ОНК. То есть, там ваши близкие договариваются, все приносят. Этот там телевизор, грубо говоря. Причем телевизоры нужны строго определенного размера. Холодильники тоже. Поэтому все это тоже можно прочитать. То есть, не нужно пытаться купить и занести огромную плазму. У вас просто ничего не выйдет. Потом эта техника поступает на некую проверку. Ее полностью разбирают, маркируют, подписываются. И потом заносят к вам в хату. Сразу же должен предупредить, что телевизор, по сути, не является вашим. То есть, он закреплен за камерой. И если вы планируете газовать, быковать, там всячески как бы косячить, то с высокой долей вероятности вас просто переведут в другую хату, и ваш телевизор останется кому-то другому. Это такой, ну, своего рода даже, наверное, не инструмент давления, а просто потому, что правилами так не запрещено. Опять-таки, я видел исключения, когда люди добивались, писали там жалобы, качали права и их возвращали в хату с телевизором. Но поверьте мне, у администрации есть тысяча способов испортить вам жизнь. И как жить, там, соблюдая вот эти все распорядки, правила, там, или жить в отрицалове, я вас учить не буду. Это выбор, который сознательно делает каждый человек. Но хочу предупредить, что хоть в наше время уже, наверное, не прессуют, так как в фильме Тюряга с Сильвестром Сталлоне, администрация, самое худшее, что может сделать, это написать вам плохую характеристику. Если в характеристике написана такая волшебная фраза, она называется «не встал на путь исправления», то это пиздец. По сути, это сразу прощаю до. Это, собственно говоря, теплая встреча в колонии, в кавычках теплая, если вы не поняли. И я видел случаи, когда люди с такой характеристикой получали максимальный срок. То есть вот у нас сидел по соседству чувак, у него было до 13, и он получил 13. Как раз потому, что вот судья запросил характеристику, характеристика пришла на путь исправления, не встал, проповедует, исповедует преступные ценности, и получил 13. То есть что для вас важнее, как бы, там, не прогибаться и жить, как вы хотите, либо выйти, там, ну, с двух третей на УДО, потому что по обычным статьям УДО с двух третей, по террористическим с трех четвертей. Но не суть. В любом случае, как мне кажется, в тюрьме делать особо нечего, поэтому, ну, большинство конфликтов просто того не стоит. Хотя я видел людей, которые прямо газовали по любому поводу и говорили, что именно так и надо жить. Но это люди, это их жизнь, указывать им я не намерен, поэтому, ну, и сказать честно, понимать я такое особо не понимаю. То есть, как бы, жертвовать своей свободой ради того, чтобы, там, лишний раз послать нахуй конвойного и сказать, что ты, там, руки не будешь за спину заводить, потому что в рот его ебал. Ну, опять-таки, это ваша жизнь. Так тоже можно жить. Я не осуждаю. Но в целом предупреждаю, что, если уж вы заносите, там, телевизор-холодильник, то вам придется еще и крепко держаться за свое место в хате, потому что всякое бывает. Далее. По вопросам, скажем так, как это сказать, морально-нравственным. Ни в коем случае не надо падать духом, так как я вот упал в последние два месяца, потому что, ну, я уже не верил в то, что выберусь оттуда. Семь лет это, как бы, такой достаточно длительный срок. Я не уверен даже, что проживу семь лет своим-то здоровьем, поэтому я абсолютно полностью был деморализован, и это был, ну, настоящий ад. С точки зрения того, что моя психика сама себя истязала. А в результате случилось чудо, и вот я сижу на свободе, пью пиво хованское, общаюсь с вами, мне снова весело и хорошо, и, наверное, все-таки лучше верить в чудо. Даже если это кажется все менее и менее вероятным, все более и более на горизонте маячит какой-то неблагоприятный для вас исход, все-таки оправдательные приговоры, хоть их и пиздец как мало, они бывают. Бывают оправдательные приговоры, бывают условные сроки, бывают, отпускают людей в зале суда, из-за того, что они уже очень много в СИЗО отсидели, у них там, например, день за полтора шел. Бывает, что, да, всякое происходит. Иногда дело разваливается, поэтому лучше все-таки, наверное, хранить Надежду, чем не хранить. Хотя я в последних письмах и был, чрезвычайно, скажем так, упаднические настроения у меня были, я писал, что Надежда это самый большой яд в СИЗО, но идея в том, что, наверное, с ней все-таки лучше, чем без нее. Поэтому, если ходить на позитиве, то как-то и будешь чувствовать себя позитивно. То есть находить маленькие радости какие-то, чайку попил там с какими-то барабульками, вот уже как бы что-то такой день прошел там. Спорт очень сильно помогает. Не только, наверное, в плане здоровья. Хотя, конечно, все понимают, что занимаясь спортом, вы укрепите свое здоровье, дольше проживете и все такое. Спорт помогает в плане того, что все дни в СИЗО абсолютно одинаковые. И, во-первых, так можно их хотя бы как-то разнообразить. То есть у нас там была жимовая тренировка по понедельникам, тяговая по средам, по пятницам прорабатывали ноги, пресс, шею. И как будто бы вот что-то меняется. То есть время не замирает, а как будто бы движется вперед. Что вот одна тренировка, другая тренировка. Поэтому в тюрьме очень много тренируется. И, в принципе, это отличный способ провести время. Тем более, что вы сидите запертые в одной камере. Не так, как на зоне, например, где вы можете там свободно перемещаться, где есть послабление, где у людей там есть, ну, телефоны всякие, какие-то там развлечения более-менее, компании. В СИЗО, наверное, спорт – это прям такой ключевой вид досуга. И самое как бы главное, что вот какой пользы я вижу в спорте, в таких тяжелых условиях – это то, что когда ты устаешь, ты ночью отрубаешься без задних мыслей вообще. Вот я считаю своим главным врагом в СИЗО это вот то, что происходит в голове человека перед сном. Потому что вот это именно время, когда все там, все ложатся, пробивают отбой, и ты лежишь, и вот остаешься наедине со своими мыслями – это просто невыносимо. То есть мозг рисует тебе самые ужасные картины из тех, которые только может нарисовать, перебирает какие-то дикие варианты, уже готовит к тому, что ты никогда не выберешься отсюда. И… А после тренировки, если ты как следует заебался, ты просто такой раз – упал – уснул. Это помогает. Это прям правда помогает. Поэтому советую. Не с точки зрения того, что я дохера спортсмен. Я вот пять месяцев занимался спортом, потом два месяца я не занимался спортом и вообще на все забил. И это были… Два месяца их было сидеть гораздо тяжелее, чем первые пять. Последние два они тянулись просто жутко. Ну а потом я вышел под ограничение мер и сидел дома сколько уже? Четыре месяца. И наел себе обратно пузо, и ряха у меня теперь еще больше. То есть все-таки, наверное, спортом бы стоило продолжить заниматься и после тюрьмы, но я уже как-то что-то это, знаете, подзабил. Позор мне, так сказать, за это. Позор! Относительно отношений с другими заключенными, тут я даже не знаю, какие советы можно дать. Я думаю, вы и сами все понимаете. Просто ведите себя по-человечески, и к вам будут относиться по-человечески. Вот мне смотрящий буквально там в первые дни сказал, что есть такое замечательное правило – никто тебя не может заставить в тюрьме делать то, чего ты не хочешь. Вот, ну, если мы не говорим о каком-то беспределе, да, а так, в принципе, никто. Поэтому я вот скажу честно, я читал комментарии, я дороги не держал. Дороги – это вот всякие ниточки, которые соединяют тюрьму, такая транспортная артерия, так сказать, для обмена малявами, насущным и так далее. Я ничего не имею против тех, кто держал. Потому что там люди возмутились в комментах, что дороги – это святое, дороги – это артерии тюрьмы, тюрьма ими дышит. Я не спорю, я не выступаю против этого. То есть каждый сам выбирает, как ему жить. Я вот просто не хотел, и мне даже за это предъявляли. Потом один старый-старый мудрый зэк мне сказал, а буду спрашивать, почему ты дороги не держишь? Просто говори «не хочу». И всё, из тебя за это… И я… Вы поразитесь эффекту. Когда человек тебе затирает, что ты должен что-то держать дорогу, ты просто говоришь «не хочу». И он такой «Но надо ведь держать». Я говорю «надо». А почему не держишь? Я говорю «не хочу». И всё, на этом как бы вопросы заканчиваются. То есть, опять-таки, кому надо, те держат. То есть вы не можете там, грубо говоря, запретить человеку держать дорогу. Да на здоровье – это его выбор как бы его… Ну, вас самих никто не может заставить делать то, чего вы не хотите. Пять, повторюсь, я не против дорог. Потому что люди меня очень плохо понимают в комментариях. Я это говорю к тому, что… Вести себя можно так, как вы хотите, до тех пор, пока вы не мешаете жить другим. То есть, если вы мешаете жить другим, например, там, ну, не знаю, ходите вонючим пахать, там, везде творите какую-нибудь хуйню, что-то наезжаете на людей, что-то от них требуете, то тогда у вас определённо будут проблемы. Потому что, ну, вот опять-таки, то тоже меня люди не поняли про то, что, типа, чай, сахар… Не чай, сахар, чай, табак, насущное просить можно. Это не западло. Да, конечно, можно. Я же как бы и не спорю. То есть, каждый сам выбирает. Я говорю про то, что жить постоянно на положении попрошайки – это достаточно бесперспективное занятие. То есть, в чём состоит идея? Просить нормально, угощать нормально. Вот те же, например, сигареты, да? По-моему, тюрьма – это лучшее место для того, чтобы бросить курить. Опять-таки, тут вопрос даже не в здоровье. Дело в том, что я сам видел, как люди, ну, буквально попадают в зависимость из-за того, что им нужны сигареты. То есть, самые банальные – встают на тряпку. Это, по сути, означает, ну, что теперь ты становишься уборщиком, ты всё там убираешь, протираешь, тебе за это дают сигареты. Или, например, как озон, начинаешь носки всем стирать. То есть, если вы настолько хотите курить, что готовы к такому… Либо вы настолько богаты, что вам там, не знаю, в передачах привозят или там из магазина покупают эти сигареты блоками, да курите на здоровье, что такое? Но вообще, в целом, то есть, курить в тюрьме – это просто невыгодно и, честно говоря, даже немного опасно. То есть, и опять повторю, ничего такого заподляцкого в том, чтобы попросить сигарет, нет. У нас вот заехал чувак, привет, Серёг, если смотришь, который, типа, у меня постоянно просил сигарет, но он при этом, как бы, помогал во всём, что можно, там, с письмами, с сортировкой, с какими-то там делами, вот с этим. То есть, человек прям, ну, понимал, что он если берёт сигарету, то он должен там чем-то помочь. И в этом ничего плохого нет. То есть, западло быть, например, барыгой, и что это требовать за сигарет. Но там то же самое, вот, например, взял ты пачку сигарет у человека и сделай ему там чётки, например, какие-то, если ты умеешь чётки делать, если умеешь там делать ёлочку, сделай ёлочку. Это совершенно нормально. То есть, как бы, тебе от души дали, и ты от души сделал. Это не барыжничество. Но если ты просто планируешь ходить и у всех постоянно стрелять сигареты, ты очень быстро, как бы, прослывёшь попрошайкой. Поэтому, конечно, насущное просить не западло, но надо учитывать, что что-то кроме сигарет, это вообще пиздец. То есть, у всех людей, дети, жёны, в большинстве своём на воле, они, то есть, там, покупают своим мужьям сигареты, покупают им там всякий чай, всё это, и ты, получается, как бы в какой-то мере тратишь их деньги, вольные, которые. И если ты ничего не даёшь замены, считаешь, как бы, пишешь в комментариях, что так и надо жить, опять-таки, бог тебе судья. Наверное, может, так можно жить, но те люди, с которыми я общался, и, скажем так, поавторитетнее, и менее авторитетные, они говорили, что это западло. То есть, садиться на шею прям абсолютно и требовать, чтобы тебе все постоянно что-то кидать, вот эти вот бесконечные попрошайки, конечно, бывают в сложной ситуации, там, кого-то подняли с карцера, что-то такое, у кого-то там всё забрали, у кого-то хату взорвали, там, типа, ну, с обыском пришли или что-нибудь такое, но, опять-таки, это всё зависит от конкретной ситуации. Просто, вот, постоянно-то просить сигареты, это ты рано или поздно кого угодно заебёшь. Вот, у нас соседи, в соседней камере постоянно, у нас вообще хата была не курящая, но как-то заехал курящий чувак, и, типа, у него они раз спросили сигареты, два спросили сигареты, он дал раз, два, третий дал, четвёртый раз они спрашивают, он говорит, вас там сколько? курящих. Такие, нас, типа, четверо курящих здесь. Он такой, так как вы, ёпта, курите, если у вас сигарет нет, блядь, значит, вы не курящие, нахуй. Потому что для того, чтобы быть курящим, нужно иметь сигареты. Вы, получается, не курящие, ведь у вас нет сигарет. Короче, даже его заебало, а он был достаточно добрым человеком. Главное, не злоупотреблять. Но это, наверное, и на воле работают, такие принципы. Это же не только в тюрьме. Не злоупотребляй чужим гостеприимством, чужой добротой. Потому что, ну, грубо говоря, и Кота Леопольда, мыши заебали в одной из серий. Поэтому, ну, это всё на ваше усмотрение. Опять-таки, я просто обрисовываю ситуацию так, как я её вижу. В целом, вот, до тех пор, пока вы не беспокоите, не доставляете никому неприятностей, вы вольны делать, что хотите. Если вы хотите, там, общаться, заводить друзей, там, постоянно что-нибудь, там, в нарды играть, да, пожалуйста, заводите, общайтесь. Если хотите просто сидеть в уголке, читать книгу, с вас никто за это не спросит. Это ваш выбор. На здоровье сидите, читайте книгу. То есть, в этом плане, ну, какая-то свобода всё-таки присутствует. То есть, и не считая того, что у вас нет свободы покинуть тюрьму, вы, в принципе, можете заниматься тем, чем хотите. Можете заниматься, вот, промыслом, например, чёткий. Типа, это считается достаточно почётной профессией. То есть, люди, которые что-то мастерят, вот, забыл слово, как называется, нужно будет сделать ролик как раз про сленг. Как же, маклевать, да, 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 маклевать, короче, не западло. То есть, вы там делаете красиво чётки, вы от души там кому-то, кто пришёл, говорит, от души, братан, ножны чётки. Да, конечно, вот от души. А тебе там от души, там, сигарет, чай, чё хочешь, там, чё так чаю может быть, типа. То есть, главное, пока вы приносите какую-то пользу, типа, вы считаетесь таким человеком, который, ну, неуважаемый, наверное, в каком-то смысле, а просто нормальный, адекватный. То есть, уважаемый, это всё-таки другое несколько понимание у этого слова в тюрьме. Но если вы паразитируете, если вы, например, постоянно у всей хаты стреляете сигаретой, ничего не приносите, и, типа, ничего не хотите делать, ну, извините, за что вас уважать, собственно говоря? Опять-таки, вставайте на тряпку. Если ничего не умеете делать руками, или это всегда можно прибраться, помыть, или... Вот мне писал чувак про то, что, типа, должность... А, что тебе надо, Юра, идти, если на зону попадёшь, младшим семейником. Я такой, а что это? Мне говорят, так это шнырь. Типа, ну, просто их не называют шнырями, потому что это обидно, но, в принципе, ничего зашкварного в этом тоже абсолютно нет. Если вы хотите так, типа, ну, ну, ситуации бывают разные, да, у кого-то нет близких, у кого-то у близких нет денег, кто-то, наоборот, пытается на зоне там устроиться на работу, чтобы отсылать деньги, а не наоборот, чтобы помогать своим близким. То есть, ну, вы вольны выбрать сами свой путь. Главное, чтобы вы, ну, не строили иллюзии относительно того, что можно жить вообще как хочешь, что можно ходить, что вам кто-то что-то должен, что вы вот такой весь из себя, всё. И это, типа, ну, опять-таки, может, у кого-то и получится. То есть, если кто-то там, например, принадлежал к какому-то преступному миру ещё на воле, то вполне может рассчитывать на греев, на то, что, типа, его будут как-то из общего поддерживать. Да, но в целом, в основном, в СИЗО сидят люди, скажем так, самые разные. Поэтому, уважайте границы чужих людей, они будут уважать ваши границы. Ну, в большинстве случаев, кроме совсем уж каких-то диких разводов. Например, слышал, как раньше разводили, типа, в Старых Крестах ещё, что ты приходишь, тебе говорят, хочешь там сигаретку? Такой, берёшь, да, хочу, покурил, тебе говорят, ну вот, иди теперь там носки стирай. Ты такой, в смысле? Он говорит, тебя же не заставлял никто сигарету брать, правильно? Зачем ты её взял? Типа, теперь иди, озон, стирай мазохи носки. Но, опять-таки, это, это только со слов. Я думаю, сейчас есть абсолютно адекватные хаты, где вас угостят сигареты, и никто не заставит вас стирать носки, или что-нибудь такое, но просто стоит держать в уме некую вот такую вероятность подставы, потому что я вот про такие схемы слышал неоднократно, поэтому я не думаю, что это городская легенда, я думаю, всё-таки, что они имеют место быть. В целом, тюрьма, конечно, место страшное, ужасное, я бы так сказал, и никому не желаю туда попасть. Ну, под конец, вот, когда я уже просидел, 7 месяцев, перезнакомился со всеми, то есть, в принципе, со временем становится терпимее. То есть, ты уже выходишь на прогулку, ты всех знаешь, можешь покричаться, там, новости какие-то обсудить, обменяться книгами, там, ну, как будто бы, вот, на душе вырабатывается какая-то такая мозоль от вот этих вот душевных страданий, поэтому, наверное, лучшим советом будет, вот, постараться как можно скорее, если вы попали в тюрьму, в частности, в СИЗО, обрасти вот такой вот мозолью, которая, типа, ну, не знаю, как бы, такой анестезией некой, которая блокирует вот эти вот болевые центры души в вашей голове. То есть, чем более позитивно вы будете пытаться себя вести, тем быстрее вы действительно сможете быть позитивным. Потому что жизнь в тюрьме, конечно, не сахар, но это все равно жизнь. Жизнь у нас одна, другой, как бы уже не получится замутить. Поэтому, даже из такого пребывания, только вы решаете, что извлечь пользу или вред. Я, например, сидел как-то, когда сюда ехал с чуваком, он с Белоруссии, фитнес-тренер, или что-то такое, по кроссфиту тренер. И он говорит, четко и ясно, вот, я тренируюсь, все, мне точно тут сидеть 7 лет, не меньше. То есть, там они что-то бордели какие-то бомбили или что-то такое. И он говорит, я, моя цель за 7 лет поддерживать максимальную форму, здоровье, развиваться, читать, овладеть какой-нибудь, может, еще работой, там, хобби, ремеслом, вот, как бы, чтобы выйти и сохранить человеческий облик. Ну, и сидел я с чуваками, которые просто себя, ну, считайте, там, убивали медленно. То есть, курили, что могли, пили чефир, гоняли, не ходили на прогулки. И я их тоже не осуждаю, потому что, ну, иногда можете все это просто заебать. Но в целом, наверное, нужно как раз стараться из любой ситуации извлекать пользу. Это будет прагматично, это будет правильно. Какая бы она ни была тяжелой, вот так вот лечь, лежать и погружаться в жалость к себе, как я в последние пару месяцев пока сидел, это не вариант. Вне зависимости от того, рассчитываете вы на чудо или не рассчитываете, чудо может произойти с каждым из нас. Поэтому нельзя терять человеческий облик и боевой дух. Вот такие будут, наверное, советы на тему того, что делать, если вы попали в тюрьму. Если у вас есть какие-то специфические вопросы, задавайте их в комментариях, я может быть запишу еще один ролик, где я подробно буду отвечать уже на зрительские вопросы. Кроме того, не забывайте, пиво Хованское в магазинах Берварии ждет вас, пока еще не разобрали. Налетайте, а то потом будете на Авито покупать за тысячу рублей, как пиво Мэдисона сейчас продают. Ну и подписывайтесь на мой Телеграм-канал Печень Хова. Обязательно, там скоро будет контент. Я надеюсь, что перекочусь. Мне в идеале бы хорошо получить свои компьютеры. Там у меня есть залогиненный Телеграм, и там, собственно говоря, сможем с вами общаться. Поэтому всех жду в Телеграме. Подписывайтесь, спрашивайте свои вопросы, ставьте лайки. С вами был Юрий Хованский. До новых встреч! До новых встреч!